Попали в руки некоторые аналитические измышления россиян относительно ударов по критической инфраструктуре Украины в контексте войны. Российские прикорытные аналитики пришли к выводу, что Удары по инфраструктуре не дали никакого военного эффекта, не став линией раздора между гражданскими и военными. Удары по инфраструктуре не привлекли гражданских на сторону мирного урегулирования через переговоры. Надежда была на то, что гражданские перед зимой испугаются полного отключения от сетей тепла и энергоснабжения, после чего начнут давить на руководство, чтобы оно прекратило войну. Эффект получился обратным. Неприемлемость переговоров стала еще более популярной позицией. Удары по инфраструктуре не имеют эффекта распространения панических настроений. Пугливые переехали. Перенос взрывов опять на территорию Запада Украины привел к большему желанию представителей Запада Украины воевать на передовой. Переговорный процесс обсуждается и инициируется исключительно российской стороной. Главной надеждой для Москвы остается возможность переговорить с Вашингтоном. Однако и Вашингтон, и Лондон стоят на невозможности проводить переговоры в принципе. Также в Вашингтоне говорят, что дипломаты и официальные лица остерегаются любых контактов с россиянцами, включая пожатие рук. Поэтому ни на какие просьбы о переговорах Белый дом реагировать не собирается. Кремль догадывается, что группы по лоббированию переговоров сожрали московские деньги, распилили лоббистские бюджеты и сами в теневом порядке настаивали на невозможности проведения переговоров с Москвой. При этом официально создавая площадки под такие переговоры за российские средства. Кремль старается показать себя равным в геополитической борьбе, однако ни Вашингтон, ни Пекин, который по замечанию аналитической группы ошибочно был воспринят в качестве возможного союзника России, равными Россию не считают. Пекин вообще вынес Россию за рамки региональной державы, опустив на уровень государств, стремящихся к управлению региональной политикой. Фактически это страны третьего мира, после сверхдержав и региональных держав. Но выводы в материале полностью соответствуют представлению о том, что российское руководство – сборище идиотов. Вывод. Необходимо усилить атаки на энергетическую сферу Украины, еще сильнее принуждая Киев и его кураторов к переговорам, особенно в зимнее время. Они ничего не поняли. Они поняли, что реальный военный эффект близок к нулю и вместо новой стратегии хотят продолжать неудачную. Может, когда-нибудь получится. Пока в ООН официально, но дипломатично называют российскую делегацию прибацанной, Путин опять всех переиграл. Финляндия разрешит разместить на границе с Россией ядерное оружие, если заявка на вступление в НАТО будет одобрена. Ньюсвик. Важное на видео. Это уже четвертое или пятое заседание, когда одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом. Правильно было бы включить в повестку дня совета новый пункт – заседание ни о чем. Я задаю вопрос, что Совету Безопасности больше нечем заняться? Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявления Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлением России не существует. Мы вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах и о комарах. Интересно, как эти комары проводили бы различия между россиянами и украинцами? А тем временем в Европу следует еще одна американская авианосная группа. Об этом сообщает британское военное издание «Нави Лукаут». Авианосец, на борту которого базируются около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, войдет в военно-морскую базу «Портсмут» на юге Англии. В походе его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подлодка. По данным Пентагона, в восточной части Средиземного моря, в акватории Адриатики, также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Джордж Буш. Субтитры создавал DimaTorzok